Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. 15 сентября я опубликовал на своем канале видео под названием «Квест Рогам. У кофеваров закончился кофе». И тогда я обратил внимание на то, что если раньше кофе проводилось по нескольку раз каждую неделю, то есть чуть ли не каждый день, то вот уже последние месяцы энтузиазм у кофеваров поубавился и в лучшем случае проводили два раза в неделю, а иногда и раз в неделю. Думаю, что данный фрагмент стоит посмотреть, поскольку в нем вы можете увидеть, как выглядел канал кофеваров раньше, потому что на сегодняшний день он выглядит совсем по-другому. И вот мы смотрим, тут разные участники подключаются, выступают, проводят кофе, проводят, проводят, проводят. Так, смотрите, представляете, сколько слов было сказано на этих кофе? Сколько умных вещей говорилось. Все замечательно просто. Просто замечательно и шикарно. Но проходила неделя за неделей, проходил месяц за месяцем, как мы знаем. И что-то, несмотря на все обещалки, вывода все так и не было. И наступил момент, когда у господ кофеваров в голове что-то там стало щелкать, и они стали понимать, что, наверное, ну, как бы не совсем правильно, что ли, рассказывать о великой компании, великой корпорации, когда, извините, полгода выплат нет. Да, и они стали, ну, перестали, точнее, проводить кофе. Вот, например, мы здесь видим последний кофе, который провел Джавид Гасанов, где он объявил, что остается в компании инвестором и не хочет больше быть партнером. И самое забавное, что Ольга Клейнарт, которая, собственно, все эти кофе-то и начала, и которая говорила, что она будет в компании до конца, она закончила проводить кофе практически одновременно с Джавидом. В марте месяц этого года, то есть полгода назад. Ну, остальные, господа, еще имели, видимо, запал и мотивацию продолжать это дело. Хотя, как видите, уже многие сдулись, и количество проводящих уже стало все меньше и меньше. Ну, и, собственно, последние месяцы в основном вещали только два самых стойких оловянных солдатика, будем так говорить, в компании Леонора Свиса. Это Людмила Афонина и Кира Антипина. Именно так какое-то время назад выглядел канал, на котором проводились кофе. Но на данный момент канал уже выглядит совсем по-другому. Если вы попытаетесь его найти, вы можете вбить в поиски YouTube QW Леонора Свис Консалтинг. И здесь высветится вот такой канал NoName с количеством подписчиков 14673 подписчика и так далее. И давайте перейдем на этот канал. Итак, если мы переходим на этот канал, то наверху канала видим здесь светофор. В значке канала мы видим человека в маске, которого обычно называют Anonymous. Обычно этот человек изображает там каких-то хакеров или интернет-мошенников. Как видим, канал теперь называется NoName, то есть безымянный, будем так говорить. У него все еще есть 14 тысяч подписчиков. И еще сохранился плейлист Утро с Леонора Свис. И как видите, 171 одно видео в данном списке. Давайте нажмем. И когда мы открываем данный плейлист Утро с Леонора Свис, видно, что значительная часть роликов стало видео с ограниченным доступом. А некоторые видеоролики вообще удалены. Видео удалено, видео с ограниченным доступом. Вот 90 видео. Я не очень понимаю, по какому принципу видеоролики какие-то были оставлены, но доступ к ним ограничен, а какие-то ролики были удалены. Но, насколько я вижу, самые ранние ролики, которые записывались в начале, похоже, они все были удалены. А какие-то последние видео, по всей видимости, которые записывались последние месяцы, к ним просто был ограничен доступ. Сначала я подумал, что, может быть, это канал взломали хакеры и удалили. Но тогда, с другой стороны, зачем хакерам оставлять какие-то видеоролики, чтобы к ним был ограниченный доступ? Не очень понятно. Складывается ощущение, что господа кофевары начинают подчищать за собой хвосты. Обратите внимание, как сейчас выглядит группа ВКонтакте Леонора Пермь. Собственно, та группа, в которой состоит знаменитый кофевар Кира Антипина. Теперь эта группа называется Клуб Успешных Людей. Путь наверх тяжел, зато вид хорош. Пермские кофевары так уверены в великолепном будущем компании, что убрали любое упоминание компании QW Леонора Свис Консалтинг и 5WINCE Сет Менеджмент. Этого, этих слов нет ни в названии, ни в оформлении, нигде. Мы теперь просто успешные люди. И получается, господа кофевары, что своим активным подчищением хвостов вы соглашаетесь с теми, кто еще в 2017 году говорил, что компания пришла к своему концу, включая меня. Я об этом говорил одним из первых. И, конечно, в наш адрес было много оскорблений, обзывательств, а это все негативщики, они ничего не понимают в инвестициях, они городят чушь, не слушайте это все. У нас великая корпорация номер один, все заработает, все восстановится. Представьте, сколько умных слов было сказано вами на утренних кофе за последний год. Сколько вы там всего нагородили. Миллионы приводили разных аргументов, почему ваша великая корпорация должна запуститься. Ну и что? Кто в итоге оказался прав, господа кофевары? Так что то, что вы начали активно подчищать хвосты за собой, говорит как раз о том, что вы признали свое поражение. И что не верите вы уже ни в какие выводы, и не верите ни в свою великую корпорацию номер один. И тем самым вы признаете, что прав-то был Жариков и прочие люди, которые в семнадцатом году начали говорить, что все, ребята, кирдык, фенита ля комедия. Только самое страшное, господа, что из-за ваших кофе, которые вы проводили, многие люди весь этот год продолжали проводить презентации, приглашать новых инвесторов. То есть, по сути, приглашали людей в лоховозку, в которой давным-давно уже нет выплат. Позвольте вам напомнить выступление Ольги Клейнард от июля 2018 года. На минуточку июля 2018 года, когда в компании уже вывода почти год не было. То есть, компании столько лет на рынке, и вы думаете, что сейчас, вот Кира сказала, 46 стран, так я знаю информацию другую от господина Мухина. 46 стран – это Европа и СНГ. А еще 40 стран – это Америка и Азия. Так вот, 86 стран, которые входят в нашу корпорацию, но не позволят никогда, чтобы просто так все закрылось. Но не для этого мы с вами здесь находимся. И я вас всех хочу поздравить с тем, что мы все с вами на правильном пути, мы в правильной компании. Я вас всех поздравляю с тем, что вас ждет прекрасное будущее, что у вас все получится, и вы будете радоваться сами, радовать своих близких, друзей, знакомых, и вам никогда не будет стыдно за то, что вы кому-то порекомендовали быть здесь с нами. То есть люди уже год сидят без выплат, и нет никаких предпосылок для того, чтобы компания снова начала работать. А Ольга Клейнард говорит, я вас поздравляю, мы на правильном пути. Что, Ольга Анатольевна, в конце 2018 года вы по-прежнему считаете, что инвесторов можно поздравить, и они на правильном пути, особенно те, кто по полтора года выплат не получает? Или на вас уже снизошло некое озарение и понимание, что не так все красиво, как вы рассказываете? О чем свидетельствует то, что кофевары активно начали подчищать хвосты. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!